Ну вот, Марьян, продолжая тему нового российского кино, бьет рекорды по кассовым сборам спортивная драма Антона Мегердичева. Движение вверх уже больше двух с половиной миллиардов рублей, это почти 45 миллионов долларов. Зрителям лента явно понравилась, хотя не понравилась вдовам баскетболистов советской сборной. Да, но на их критику, пожалуй, справедливо ответили тем, что это все-таки художественный фильм, а не документальный. Наш коллега Гарри Книгницкий о том, как в России научились монетизировать истории о героях прошлого. Вымпел новодел. В 72-м после победы на Мюнхенской Олимпиаде, говорит центровой советской сборной Алжан Жармухамедов, сувениры не раздавали. Поначалу представили к орденам Красного Знамени, но в итоге наградили менее статусными орденами знак почета. А 45 лет спустя сняли такое кино, что плакали даже жены некоторых игроков. Я говорю, Лариса, ты что плачешь-то? Она говорит, я говорю, 45 лет прошло, это уже все давно. Она говорит, ты знаешь, они меня вернули опять на 45 лет назад. Три секунды. Передача на Александра Бимова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! Мюнхенское киношное табло зафиксировало не просто три секунды, которые потрясли весь мир. Оно показало время героев. На их историях во многом и строят свои успехи современное российское кино. Сначала была хоккейная легенда номер 17, теперь вот баскетбольная мюнхенская легенда номер 72. А где еще брать героев, если в настоящем их нет и неизвестно из чего они появятся в будущем. Они стали триумфаторами и благодаря, и вопреки. У каждого из них был миллион причин сбежать из СССР, как показано в фильме. Но никто и не собирался этого делать, даже имевший родственников за границей литовец Паулаускас. Насколько я помню, что мне рассказывал отец, что он был наоборот самым советским человеком из всех, из всей команды. Александр ставил в фильме баскетбольные сцены. Его отец, легендарный Сергей Белов, лидер сборной, это по его книге «Движение вверх» сняли фильм. В 81-м он возглавил ЦСКА, но год спустя легенду советского баскетбола уволили совсем не по-спортивному. Его обвинили в связях с ЦРУ. У него просто было очень много друзей иностранцев. Ну и это все было очень легко сделать в советское время. И он стал тренировать, кстати, детей вот как раз в этом зале. Алжана Жармухамедова еще до Мюнхенской Олимпиады лишили звания мастера спорта международного класса за контрабанду. Он привез из Парижа шесть рубашек вместо положенных трех. Закупился впрок, ведь на родине не было одежды под его рост в 207 сантиметров. С кедами тоже проблема. Долго играл в специально заказанных кожаных ботинках без каблуков. Перед тренировкой берешь картонку, поставив, засунул за картонку, ногу одел. После тренировки уже выходишь, она уже дырявая. Выбрасываешь и опять. Часто за границей просили соперников не выбрасывать кроссовки и даже носки. Носки просили. Вот это, в общем-то, самая такая неприятная часть нашей жизни, наверное. Конечно, к Мюнхену жизнь более-менее наладилась. Были уже и фирменные кеды, и форма, и возможность завозить в Советский Союз дефицит для продажи. На таможне кому как везло. В 73-м центрового сборной Ивана Дворного осудили на три года за контрабанду. Как там говорили, там туки-туки. Может быть, кто-то сделал туки-туки. Вполне возможно, что в каждой команде всегда ездил замначальника делегации, так называемый. Это всегда из КГБшников был. Уже в статусе олимпийского чемпиона с Жермухамедовым опять случился инцидент на таможне. Сборная больше месяца была в турне по Северной и Южной Америке. При возвращении в Москву в сумке игрока оказался пистолет. Открываю, а там бух, и лежит такой небольшой пистолетик. Что это такое, я говорю, не знаю. Откуда? Не знаю, говорю. Ой, началась эта шумиха туда-сюда. За это сразу меня бах-бах, ничего не разобрались. Сразу заслуженного мастера лишили сборной СССР. Исключили дисконферты, запретили играть. Начал игрой доказывать, что я могу вернуть тебе звание. Это такое почетное. А зачем он подбросил его? А кто его на это? Трудно сказать. Может, в отместку за олимпийские игры. Он еще легко отделался. Лишили звания заслуженного мастера спорта. Как и автор «Золотого броска» в Мюнхене Александр Белова. Тоже попался на контрабанде. Был выведен из состава сборной и ленинградского «Спартака». Год спустя умер от редкой болезни сердца. На нее не было и намека перед Олимпиадой. Хотя авторы фильма показали обратное. Это не Саша. Он ходит там как тень. Больные какие-то синяки у него под глазами. Ничего не бывает. Ну, просто, знаете, как сами по душе так скремление немножко. Весь фильм недокументальный, художественный, подчеркивают его авторы, построен вокруг мюнхенского финала, на фоне которого создатели движения вверх и раскрывали характер героев, независимо от того, когда проявили себя реальные персонажи. В чем заключаются мифы и легенды? Мы позволили себе вот эти их поступки, если хотите, через которые раскрывается каждый член баскетбольной команды, тренер и прочее, расположить под действием фильма, как будто они были в сжатое время. В том месте, в том времени, в котором нам нужно. Но семьи тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова стали судиться, пока безрезультатно. Пусть в студии 3Т снимет фильм о семье Михалкова, где его там жена, родные, я не знаю, дети будут смертельно больны, пить там, гулять, спать с кем попал. Пусть в студии 3Т снимет этот фильм и покажет на Михалкова. И тогда как он уже говорит? У знатоков баскетбола свои претензии. Говорят, в фильме слишком много эффектных бросков сверху. Но советские игроки в 70-е так почти не забивали. А в американской студенческой лиге ее баскетболисты составили основу Олимпийской сборной США. Такие броски вообще были запрещены. Задача была показать современный баскетбол. И со всеми его современными элементами, зрелищными. То есть кому нужно баскетбол 1972 года посмотреть. Сейчас есть у всех интернет, можно зайти в интернет и посмотреть эту игру. Я не сомневаюсь, что это, наверное, хорошая, интересная лента. Но у меня есть оригинал перед глазами. Я не хочу его замыливать. Эти фотографии журналист Юрий Рост сделал в раздевалке. Там советские игроки провели всю ночь после выигранного финала. Ждали решения баскетбольной федерации. Ведь последние три секунды переигрывали трижды. Три секунды до конца встречи. Будущий игрок NBA Даг Коллинз забивает оба штрафных и выводит американцев вперед. Судья не реагирует на просьбу тренера Кондрашина дать тайм-аут. И время не останавливается. Жар Мухамедов вбрасывает мяч из аута. Звучит сирена. Американцы празднуют победу. Кондрашин идет разбираться. Здесь же глава Международной баскетбольной федерации Уильям Джонс. Судья просит повторить последние три секунды. На табло почему-то одна ошибка секундами триста Йозефа Блаттера, будущего президента ФИФА. Снова нужно повторить. Когда меня заменили, вместо меня вышел Ваня и Дэшка, я сел на лавочку, в сердцах швырнул костюм на пол, закрыл голову руками. Я не видел, чтобы было, оказывается, еще вбрасывание одно. Я только поднял голову, когда услышал, как Владимир Петрович кричит громко, так кричит, Ваня, Сашки пас, Сашки пас. И вот в этот момент я поднял голову и увидел передачу длинную от кольца до кольца. Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа. Американцы до сих пор считают, у них украли мюнхенское золото. Был настолько противоречивый конец этой игры, поскольку советская команда получила три шанса. Для американцев это стало потрясением. США никогда не проигрывали. Так что, когда они проиграли, с учетом еще и того, как они проиграли, это стало последней каплей. Но даже спустя 45 лет и Баскетбольной Федерации, как ни странно мог, признают, советская сборная одержала заслуженную победу, которая сама по себе состоявшийся триллер.